Странные экспортеры нефти обсуждают свое будущее на саммите ОПЕК в Вене. Министры уже договорились об увеличении объемов добычи. Рост составит до 1 миллиона баррелей в сутки. Этот объем собираются распределять между участниками нефтяного картеля. Что это означает для рынка, так же, как скажется, такое решение на стоимости нефти и на параметрах российского бюджета, который от нефти зависит напрямую. Обсудим это с ведущим экспертом Союза нефтегазопромышленников Рустамом Танкаевым. Он присоединяется к нам по скайпу. Рустам Уланович, здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день. Вот решение сегодняшнего ОПЕК хочется с вами обсудить более детально. Насколько масштабным окажется для мирового рынка вот это увеличение добычи? Ну, 1 миллион баррелей в сутки – это примерно 2,5% от международной торговли нефтой. В последнее время спрос устойчиво превышает предложение. И я думаю, что на мировой рынок это не повлияет. Цены останутся на прежнем уровне. И, в общем-то, это правильное решение, оно позволит сгладить дефицит возникающий. При этом на долю России придется как минимум 20% от этого объема. Но я думаю, что на самом деле 30% будет на долю России. Точных цифр пока там я не видел. То объявление, которое прозвучало, оно, к сожалению, не содержит деталей пока еще. Но если говорить о последствиях такого решения, о том, что это значит для нефтяного рынка, чем продиктовано это решение, какие за этим стоят аргументы? Аргумент простой. Спрос растет быстрее, чем предложение. Фактически соглашение ОПЕК-плюс объединяет 95% всей нефти, которая участвует в международной торговле. Поэтому это соглашение как бы является монополистом на нефтяном рынке. И та ситуация, которая сейчас складывается, требовала реакции. Вот от реакции последовало. Она никак не поменяет. Но в то же время я хочу понять такой момент. Если добыча увеличивается на 1 миллион баррелей в сутки, то значит предложение увеличивается, его становится больше. Следовательно, кажется, что нефть подешевеет. Но вы говорите, что снижение цен не произойдет. Вот можете на этом остановиться подробнее? Потому что уже произошло увеличение спроса на нефть. Понимаете? Фактически эта мера компенсационная. Она идет вслед за увеличением объема спроса на нефть на мировом рынке. Она не опережает никак рост спроса. Поэтому я и говорю, что баланс не изменится. Фактически то, что сейчас сделано, это поддержание имеющегося баланса. Не более того. И если говорить еще про такой, больше, наверное, политический вопрос, как позиция России в ОПЕК. Насколько Россия является полноценным, активным участником этих переговоров? Россия является лидером движения ОПЕК+. Совершенно очевидно, что без России соглашение ОПЕК-плюс никогда бы не состоялось. Сами члены ОПЕК, ну и, конечно же, другие страны-экспортеры нефти между собой договориться не могли. До того, как Россия включилась в этот процесс, три года ОПЕК было не в состоянии принять ни одного согласованного решения. То есть фактически Россия привела ситуацию к тому, что возникло соглашение ОПЕК-плюс. На самом деле это удивительно, но Россия единственная страна, которая поддерживает нормальные отношения со всеми странами-экспортерами нефти. Саудовской Аравией и Ираном, которые между собой являются противниками, Венесуэлой, которая является руководителем группировки противостоящей Саудовской Аравии, и самой Саудовской Аравии. То есть фактически все участники нефтяного рынка так или иначе сотрудничают с Россией и находятся с ней в хороших отношениях. Ну что ж, спасибо вам большое за этот комментарий, за эти оценки. Рустам Уланович, это был ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев. И вот получается, что Россия хотя бы на этом рынке поддерживает хорошие отношения с другими участниками, по словам нашего эксперта. Редактор субтитров А.Семкин